Всем привет, с вами Bassett, и сегодня я бы хотел поговорить немножко про командные матчи и о том, как их лучше играть, что в них лучше делать и, собственно, как можно применить знания, которые я вам давал в 1-1 в командных матчах. Давайте остановимся на 3-3. 4-4, 2-2 в принципе не сильно отличаются от этого формата, здесь просто чуть больше может быть пул стратегии, потому что у нас максимум, естественно, 3 расы. В 3-3 все эти расы будут представлены, поэтому этот формат наиболее, мне кажется, интересным. Что для нас важно в первую очередь? Для нас важно в первую очередь, конечно же, играть, ну, по возможности, если так позволяет команда с протасом, с тереном, ну или же с другими расами, если вы там протас или терен, да, чем больше рас вместе, тем лучше получается общая синергия и нам намного эффективнее харасить, атаковать или же давать просто обычные сражения. Потому что у нас есть весь пул войск. У нас есть и батлгрузеры, и керриеры, и осадные танки, и там люркеры, брудлорды, нидусы и прочее. То есть нам намного проще вообще с всем этим. Очень важно в 3-3 или в 2-2 обязательно кооперироваться с вашими тиммейтами, обязательно спрашивать, что они хотят делать, как играть от обороны или макро. Могу сразу сказать, что лучше всего играть макро, да, в какой-то степени, будь то там 2 базы, 3 базы, но лучше всего именно хоть что-то такое делать. То есть все варианты игры из разряда «я играю с одной базой фотонки», это всегда, как правило, плохо и работать будет не очень хорошо. Играйте больше именно с прицелом на то, что вы хотя бы пару баз займете, да. Ну вот я попадаюсь на месте с ребятами на двух протасов и одного террена. Давайте за рандом, чтобы попробовать, может быть, серос, и будем опять-таки исходить из этих знаний, которые я предоставлял в формате 1-1. Очень классная карта для 3-3, на мой взгляд. Давайте играть ее. Я террин. Интересно будет. Так, здесь удобнее всего занять базу здесь. Сразу хочу сказать еще по 3-3, вообще по форматам командников. Очень полезно передавать контроль вашим союзникам, потому что так вы можете намного эффективнее сражаться. Допустим, если вы смотрите за свои базы, а ваши юниты здесь, ваш союзник может их подконтролить, отправить в атаку или же что-то подобное, да. И это очень круто. Это позволяет нам немножко улучшать возможности каждого игрока, да, потому что, допустим, я могу там делать инъекции. Если бы я был зерком за кого-то, там, или бусты докидывать, а кто-то бы мог контролировать в это время мой дроп, если я в то время там не смотрю, да. То есть, это очень полезно. Советую эту галку ставить, если вы играете с друзьями. Поверьте мне, пользовать ней немного больше, чем вреда, потому что все равно мы обычно армию выделяем или через F2, либо же через бинды, да. Поэтому вряд ли будут такие ситуации возникать, где ваш друг будет стременно выделять вашу армию рамкой и сбивать ей какие-то команды. Скорее же, вы только будете помогать друг другу, поэтому очень рекомендую. Что же касается стенок, в 3х3, 2х2 я ярый противник, потому что, как правило, допустим, мне, чтобы строить стенку там, надо бы тратить очень много времени, да, очень долго моей ксм-ке бежать. И я буду терять очень много ресурсов, поэтому, естественно, я этого делать не буду. Буду придерживаться такого подхода, что лучше намного мне здесь строиться рядом своей базы. Это проще, это выгоднее. И буду играть, соответственно, я стандарт, да. То есть, ну, этот протаст должен занимать базу снаружи, по факту, да, потому что ему это сделать проще намного, чем мне. Он к тому же здесь, может, легко защитить с нашей помощью. Я занимаю базу, которая является самой ближайшей ко мне. То есть, это база снизу. Делаем мы все по билду из стандартного матчмейкинга, обращаю внимание, да. То есть, мы все делаем так, как мы делали бы в 1 на 1. Добавляем завод. И будем сейчас смотреть, кто там. Теран, теран протас. Если я не ошибаюсь, да, теран протас, все верно. Репера мы должны обязательно посмотреть, найдем старгейт. Обязательно понять, с чего нам ожидать. Сколько-то бараков. Можно еще немножко похарасить. Ну, ладно, мы продолжаем строить кайсэмок. Так же, как и дронов. Здесь у нас непонятно пока что. Мои оппоненты, криперы явно были не готовы. К одному такому назойленному. Ну, в общем-то, это не так важно. Не такой уж большой урон для них. Мы не еще... Я очень хочу посмотреть, что будет сделать второй протас, потому что мне от него нужно будет исходить, да. Потому что именно этот протас у нас может быть загадочным любителем чего-то плохого, да. Ну, мы видим, что, на самом деле, мои оппоненты оба выбрали макро играть. Это хорошо и для меня, потому что я люблю больше макро, понятное дело. Ну, как только появляется сталкер, я благополучно удалюсь. Кину мула. И видим, что в целом ребята дружелюбные, да. Ничего такого страшного у них нет. Продолжаем строить ксм-ок. Надо обязательно отреагировать на то, что мы видели в Stargate. Надо сделать хотя бы минку, добавить морпехов и так далее. Ну, и, в общем-то, важно, что у нас в 3 на 3 в 3 на 3. Важно, как всегда, тоже, как и вообще в любом режиме. Это, прежде всего, в вашей макро. Хорошая, хорошая макро. Ни в коем случае мы не проставим, мы уделяем большую часть внимания делам дома. И, естественно, не забываем про то, что оппонентов надо харасить. И харасить надо очень много. Потому что здесь харасса у нас будет играть ключевую роль, потому что мы можем захарасить не одного человека, а сразу нескольких. И это прекрасно, да. Поэтому мы стараемся подобные возможности не упускать. Я в этой игре пойду в билды а-ля раф. Пойду в масс батлкрузеров. Покажу просто, как можно это делать. Окей. Тут у нас, кстати, ответка. От моего оппонента. Мы здесь просто будем фокусить через правую кнопку мыши. Ну и к тому же, это уже немного поздно. Так что вы понимаете, да? Риперы уже чуть-чуть не актуальны. Ну как, чуть-чуть. Они вообще, кажется, уже не всеми. Не забываем обязательно проискай самок. Постоянно мы тронемся. Мы не останавливаемся на секунду. Потому что без них мы просто толком от 20 не сможем. Мы строим некоторых обраницах кьютов. Главное, что главное, это разведка. Мы все увидели. Я прекрасно понимаю, что в них там нет ничего страшного. Там есть Stargate, но это вообще-то все, что у них есть. Заказываем Баттлкруйзера первого. Убиваем Оракуа. Все, проблем избавились одной. И дальше спокойно продолжаем строить то, что мы планировали. Я думаю, неплохо будет сделать одну Армори заранее. Да, я опять-таки говорю, я не серан. Я играю по Наисию примерно, но я обращаю на... Как всегда, как я уже говорил в своих старых летсплеях, в своих старых гайдах, я обращаю внимание на самое главное. Самое главное у нас это всегда экономика. Это всегда то, что у нас происходит дома. И в какой степени разведка, да, потому что у нас это важно в этой игре по той причине, что банально мы играем в команде и нам важно знать, что там готовят оппонент. То есть, если бы я ее видел в массу воздуха у всех троих, я бы пошел в какой-то пуш, ну, или же предложил бы нашим ребятам это сделать, да, или же наоборот уйти в дикую халяву. В любом случае, в любом раскладе надо обязательно посмотреть, посмотреть на то, что есть у наших друзей и не другов, в том числе, да. Давайте, викинем, сделаем разведку в лоб, лаба, ну, то есть, да, масс-воздух, как это любят ребята из подобных лет. Мы стараемся батлкрузерами здесь тп не делать, потому что есть такой риск очень большой, что мы можем телепортироваться куда-то, да, а потом окажется, что там уже есть вайдреи, что-то такое быстро, что может наших батлкрузеров добить, поэтому мы не рискуем, мы аккуратненько убиваем там одного феникса, я выстрел по своему реперу, окей, окей, это было неожиданно, мне казалось, что я стрелял не по своему реперу, но бывает, ладно. Окей, в такой ситуации, если мы видим, что у нас там какой-нибудь масс-воздух, мы продолжаем раскачивать экономику, так, у нас уже какой-то парень сдался, это плохо, обиделся, или надо было уйти, вот, ну, даже в такой ситуации неважно, главное, это раскачать экономику, и продолжать строить наши лимиты. Хараса, мы можем легко отбиваться батлкрузерами в этой ситуации пока что, например, конечно, неплохо бы поставить какие-то инженерки, да, все-таки добавить защиту от фениксов, но это не так страшно, мы в целом должны совсем справиться, да, тут у нас была минка заложена, на как раз таки случае воздушных атак, здесь из-за того, что правда камни мешают, мы толком не можем пока насчедовать, надо сломать камни там, против масс-воздуха процесса и терна надо подготовить соответствующий состав армии, большая одна проблема, в моем случае это должны быть обязательны батлкрузеры и викинги, и обязательно один или парочка воронов, да, они тоже нам нужны, на этой карте что-то такой фейл небольшой получается с этой базы, много нас довольно харассиат, пойдут, хотя бы по одной надо было поставить, конечно, это бы уберегло бы меня от кучи харасса, тем не менее, давайте посмотрим, что у наших ребят, у нас ребят собирается какой-то там пуш уже, это неприятно, но тем не менее, продолжаем, продолжаем, также следуем нашему плану, не сбиваемся с курса, ни в коем случае, для нас сейчас недопустимо, нам сейчас надо довести дело до конца, закончить с нашей экономикой и уже потом действовать дальше, да, избавляемся от врага, микро-матлкрузеров немного, обязательно, хорошо, разменялись, переходим дальше в воздух, продолжаем дело, добавляем уже викингов, немного, потому что я видел там воздух и протаса, соответственно, нужно иметь ввиду, что это будет для меня прямая угроза в будущем, потому что термин, который строит био, конечно, проблем не составит, в данном случае меня уже довольно много, а вот воздушный протас полнеет, проблем может создать еще и как надо, продолжаем делать именно баттонкрузеров, пока рейвенов можно добавить будет попозже, хотя, конечно, именно рейвены у нас обычно дают огромный потенциал в сражении, потому что времена рейвены имеют огромный урон за счет своей антиарморной ракеты, то есть мы получим прекрасный баф, который сможем использовать крайне эффективно. Давайте полетели дальше. Думаю, пора уже идти в атаку какую-то, то есть мы опять-таки, как я уж говорил, концентрируемся на разведке и на том, что нас может ожидать. Оракул опять пролетел, видим, что у наших ребят с экономикой дела так себе пока что, да, вроде, хотя может и нет. Смотрим на то, что есть в терме, армия пока неопечатляющая, и начинаем драться, начинаем драться. Нас интересует больше всего воздушный протас здесь, потому что я знаю, что мы должны быть где-то батоны, вот у нас вайдреи, быстренько прокликаем их, нематоганами, и стараемся батоникрузеров спасти, потому что нам надо, чтобы сталкеров что-то убивало, можем чуть-чуть его покатить, тут, писала, мы отбиваемся, да, потому что у нас просто банально хороший довольно воздух, вот, но с батончиком пока драться не будем, потому что мы разменялись, мы разменялись явно хорошо, давайте не будем использовать пока, ну, точнее, нам пока просто нечего спешить, с тобой же у нас экономика сильно, но с вороны, а вот с союзником уже, конечно, подраться вместе вполне себе можно, кидаем туретки, потому что маны еще нет, туретки тоже какой-то урон на себя принимают, так или иначе пользу представляют, вот, и не забываем про то, что надо продолжать макриться, 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 тут в принципе батонов немного и можно спокойно абсолютно окликать, потому что даже если мы если там кажется, казалось бы, да, у нас надо фокусить, у нас там перехватчики и проще, но поскольку батонов мало довольно, мы можем спокойно даже окликать, там перехватчики так или иначе погибнут все сами, благодаря помощи этого одного процесса мы тут спокойно разобьем то, что осталось от батонов из-за дебафа брони при помощи Рейвена мы также идеально разменяемся с ним, батлкрузерами добрем землю, то есть, что останется уже, а, мазершип появился и исчез сразу, мне было грустно тут, ну, и на этом наше противостояние закончится, я думаю, вполне себе безболезненно, практически еще не потеряли достаточно эффективно разменялись вместе с нашим одним другом, давайте просто посмотрим на, даже не на репку, у нас репка не так сильно интересует, нас интересуют графики, да, то, как мы развивались на старте, то, что нам это дало, уже 25 побед затернено у меня, на третий, за счет более хорошей экономики мы всегда сможем построить армию, которая будет несколько раз лучше, и, не даже, несмотря на то, что на старте, видите, мы идем одинаково, вложения в экономику, как правило, минеральные, они не настолько существенные, то есть, если вас, ваши оппоненты не чизят, если вы видите какой-то там старгейт, если вы видите то, что там ребята явно переходят в макро, скорее всего, все будет у вас прекрасно, и вам надо не бояться, вам надо обязательно подумать о том, что вы можете сделать для своей экономики, для своего выхода в макро, потому что, если вы видите там, допустим, два старгейта, и при этом не пытаетесь перехтрить оппонент, а также идете в лоб, у вас могут быть, конечно, проблемы, потому что в разменах воздух на воздух там микроконтроль уже будет решать, если у вас, допустим, микроконтроль слабый, вот у меня он, например, незамечательный, можно просто сделать вот таким простым способом, поставить кучу ЦЦ, кучу мулов, и развлекаться уже с сильной экономикой, поверьте, как правило, такое тяжело наказать, потому что, ну, даже если вы уходите за какую-то расу в сильную экономику, у вас всегда так или иначе производятся какие-то юниты просто чуть в меньшем объеме, но учитывая размер карты, допустим, в том же 4х4, или в 3х3, вы всегда сможете выйти в макро более-менее без последствий, плохих я имею ввиду, потому что из-за дистанции, оппонентам будет тяжело атаковать, и поэтому будет также тяжело атаковать из-за того, что такие атаки, разные там, алынные чезы, надо кооперировать, и далеко не все игроки играют в 3х3 или 4х4, думая о своих товарищах, поэтому, как правило, хорошо скоординированных чезов атак бывает не очень много, да, это не тот случай, там, это не 2х2, где друзьям проще сговориться, обычно все равно все играют со случайными напарниками, вот у нас попались 2 протаса, и один рандом, заковаю сейчас буду, терм опять, интересно как, то же самое, мы будем практиковать тот же подход, будем прежде всего обращать внимание на развитие базы экономики, потому что в этом есть вся суть старкрафта, старкрафт в текущей мете, это макроигра, конечно, своими чезами, своими алумиями, но все равно у нас идет главный упор, у нас все равно всегда на экономику, как не крутите. Учитывая, что там два протса, мы разведку откладывать не можем, мы также откроемся через рипера, потому что если там вдруг два старгита, то это будет проблемно, обязательно надо посмотреть, что там есть. Отстраиваемся в прошлой игре абсолютно стандартно. Как я уже говорил по поводу стенки, обычно ее делать не очень выгодно, учитывая здесь, что протас у нас вообще живет отдельно, там сам по себе, мы решили так отгородиться от него, он какой-то подозрительный. Вот, над пробки боятся нечего, то есть многие игроки сильно не реагируют, на самом деле пробка, да, вот так вот делать ни в коем случае не надо, потому что вы теряете в три раза больше, даже если вы убьете эту пробку, вы от этого получите очень мало. У нас, конечно, разведают, это неизбежно, на этом мы никак не реагируем, но и на самом деле вот разведка такая на старте, она почти всегда бесполезна, потому что я уже говорил, оппонент наш, скорее всего, ничего и не увидит, ничего не поймет, потому что, а что здесь можно понять? Можно понять только, что у меня нету жесткой халявы, да, у моего утер, но во всем остальном у нас абсолютно стандартный билд и таким образом больших знаний это не принесло, то есть, ProTos пошел у нас при этом Proxy зачем-то, тоже я не всегда понимаю эти действия, потому что, как правило, подобные Proxy, они расположены не так уж далеко, то есть и на 3 на 3 картах найти Proxy намного проще, потому что одновременно играют три игрока, так или иначе, кто-то там обязательно до полетит, значит, это зерк и два ProTos, хорошая связочка, давайте проверим, обязательно, обязательно посмотрим, что же там у них будет, зерк меня интересует меньше всего, потому что зерк это раса, которая мало что может на ранней стадии, но опять-таки он пошел во второй газ, это звоночек первый, вот, ну а ProTos тоже, козиночки там, много всего, мы дронимся тем временем, так, я самку у меня ушла туда, видим, что ребята играют макро, видим, что ничего страшного у нас тут не будет, нет и не будет, это хорошо, мы просто уходим риппером и, собственно, на этом можно расслабиться, потому что мы и только что все разведали, мы понимаем, что худший самый расклад это, если кто-то из них вдруг начнет сейчас играть какие-то чизы, но, поскольку мы видели, что у обоих Naxos'e и у Zerg'a, естественно, ну, Zerg'a, понятно дело, Zerg'a пошел, пошла Hata, точнее, мы понимаем, что у нас проблем в этой игре не будет много, мы просто можем спокойно также играть макро расслабленно, не особо заботиться о том, что там может быть в дальнейшем, то есть мы все равно так или иначе это увидим гелионами, и мы прежде всего поедем к Zerg'a, безумно важно вообще в этом режиме, во всех командниках много харасить, потому что так вы будете наиболее эффективно замедлять тех, кто халявит сильно, харас это просто безумно много дает, потому что вы можете условно нахарасить даже ни одного человека, а сразу нескольких возможностей, да, это классно, давайте сыграем нестандартно, потому что стандартные билды мы все знаем прекрасно, а я хочу сыграть в либераторов, я хочу сыграть не простых либераторов, а в либераторов с дальностью, что именно либераторы с дальностью могут создать очень много проблем на этой карте, особенно учитывая то, что я не видел старгейтов и протасов, это хороший шанс для подобного, надо поставить третье СССР уже, прям на локации ставим, не боимся, мы заезжаем к зергу, прям на пофиг, потому что тут гирионы не особо важны, ага, видим, ручь вон, много-много собак, микрим, как я вам рассказывал в микро про кастонках, заворачивая за угол обязательно, опс, а вот это уже мисклик, отъезжаем и либератора посылаем по шрифту, будем играть как тот, кто будет наносить урон, да, в основном, давайте поставим на нашу штуку, как я хотел, в эту игру можно сыграть тоже мех, например, мне кажется, что в целом мех в командниках сильнее, био, конечно, интереснее, но мех сильнее, потому что банально правило от танков, от торов пользы будет больше, потому что дропать особо тут в био особо пользы иметь не будет, да, то есть за счет таких минимальных разводов мы замедляем наших оппонентов, можно сильнее, тут мы, конечно, улетаем, разворачиваемся, отправляем его в зербу, ну и, наконец-то, мы избавились от всех проблем, можем заехать и начать жесть рабов, тут мы, конечно, уже жертвуем нашим лимитом, понятное дело, кидаемся, соплаки, потому что я сильный соплайбок ставил, конечно, лучше кидать мулов, понятное дело, но, я думаю, ничего страшного, либератор там наш полетел, тут у нас классный дроп от сера, но продолжаем харассить, то есть и выходить в макро, в идеале, все равно больше, большее среднем мы уделяем именно отстройки баз, заметьте, что я вообще не перестаю нажимать SD, точнее, не SD, извиняюсь, SD, 6, я сдал, у меня идет, здесь SD нету, просто я нажимаю на одну кнопочку и как сера нам легко играть, да, всего одна кнопка для дронов, а не две, как у зерга, вот, перестаете в какой-то момент делать рабов, но при этом даже вы делаете хороший харасс, ваш харасс в итоге уходит в никуда, да, потому что харасс он хорош тогда, когда вы его при этом чем-то подкрепляете дома, да, потому что если вы просто сливаете бесконечно юнитов, вы от этого никуда не уйдете, плюс, но поскольку здесь я в это же время, пока я занимался атаками на моих оппонентов, я очень сильно развивался дома, вот, я в итоге выхожу в большой-большой плюс, здесь я вижу, что, кстати, моего оппонента, моих оппонентов, там, дела идут хорошо, очень даже, да, прям, прям совсем хорошо, лучше, лучше не придумаешь, потому что там сталкеров много уже, я, наверное, соваться не буду, пекло пока, подумаем, как еще нахрать, пока у вас там хорошо живет только один протас, и, как видите, он пошел во что-то там совсем совершенно странное, вот наконец-то проснулся наш любитель прокси, который там непонятно от кого прятался, на самом деле прятаться должны были наши оппоненты, потому что мы очень сильно харасили все это время, ну, наконец-то наш друг проснулся и пришел к делу, я уже ставлю четвертую базу, потому что много баз, много, естественно, большая, точнее, немного, большая скорость отстройки юнитов, соответственно, большая скорость отстройки юнитов, наша армия будет тоже сильнее, вот, и даже если мы будем размениваться хуже, допустим, разменялся, я могу не всегда разворачиваем либиков опять здесь красиво, немного харасси, мы потом просто уйдем оттуда, все, уходим, 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 гелионы быстрые, они всегда уедут и заедут по пути к зерву, кстати, да, почему бы и нет, уходим, уходим, конечно же, мы не собираемся где сражаться, вот, заезжаем к зерку на пофиг, абсолютно, и начинаем харасси, да, то есть, две санки поставил, но гелионов это не остановит, к сожалению, такой урон нам выльется в очень хороший плюс, потому что зерк у нас всю эту игру без экономики, а значит, это зерк без экономики, это мертвый зерк, мы теперь уже можем начинать строить танки, зерк уже не выдерживает давление, у него уже нервы не к черту, да, он просто сдается, осталось только придумать, как разобраться с мехом непосредственно, ну, с мехом, с мехом разбираться не надо, это ведь я, как разобраться со сталкерами, да, ну, с ними разберемся банально просто, мы просто сейчас соберем лимит танков, мы их расположим как-нибудь поудачней, вот, максимально удачно, да, просто танки сейчас будем сделать, там он, значит, какой-то умный, умный наш сталкер решил перекрыть проход, но это не страшно, потому что мы просто можем заехать через зерго, ты красивый блин, и видим, что там переход в воздух, идет, это хорошо, то есть, ну, не ладно, так хорошо уж, вот, но мы просто будем делать стандартный мех-вариант в этой ситуации, стандартный мех-вариант, это Торы, сделаем Тору, и опять-таки, поскольку наши ребята тут развиваются медленнее, чем я, мне надо будет полагаться в большей степени, скорее всего, на себя, да, потому что все равно у нас там два, два игрока сильно, сильно в порядке, скажем так, да, несмотря на то, что мы много их харассили, у нас все равно, как бы, проблема, с тем, что сталкеров по-прежнему много, и у меня еще нет такой жесткой армии, ну, ничего страшного, это не проблема, мы просто сейчас сделаем очень-очень много Торов, много танков, и грамотно все должны, конечно, расположить еще, тут, конечно, хорошо по-тонкину, при мастил, но тут всегда можно, ой, ладно, ладно, хорошо, не будем его трогать, так и быть, он меня убедил, Тор тут не помещается, ай-яй-яй, как же, я тут не рассчитал, знаете, придется забрать, но факту, копилку, да ладно, зачем я ее убиваю, я же не зерк, привычки, знаете, зеркерские привычки, тяжело убить, ну, можно просто перейти, пристройку добьем, конечно, потому что она все равно может мешать, не забываем даже бросать молок, о, тут у нас уже начинается массовое сражение, мы, конечно, должны на это среагировать, держимся, держимся, все равно рядом со сталкерами, обязательно, сталкерами, точнее, нашими этими, нашей армии, мы тут потеряем базу, но мы должны попробовать отбиться, хорошо, конечно, когда есть союзник, который тоже с этим может помочь, потому что, ну да, союзник нам это дело и сделает, молодец, мы фокусим, конечно же, обязательно именно батоны, только мы с ними справились, а мы с ними справились, в общем-то, не то, что вы без проблем, но так или иначе, мы дело сделали, который выжили, теперь просто собираемся и спасаем протаса, важно, конечно, если вы играете в харасс, чтобы кто-то все-таки подстраховал вас против самого страшного римита, это, как правило, весьма с воздух всегда, обязательно пусть вас кто-то подстрахует, ну, как правило, видите, мы все равно придерживались тех же правил игры, давайте добьем теперь протаса последнего, я думаю, они сами сдадутся, потому что с такой мехармией тут гулять совсем не весело, да, потому что я двигаюсь по пулитка, ну, с другой стороны, мосталкер, зачем я просто, зачем я это делаю, да, намного проще пойти просто в атаку, да, заказаться на гиллионах, занять еще, одну базу, даже больше, добавить факторок, старпортов, просто на тот случай, если нам вдруг этот протас что-то убьет дома, но на самом деле, ничего же не убьет, переведем рабов, и на этом, собственно, будем заканчивать с протасеками, зерг там, смотрю, ожил, точнее, за зерга, кто-то, наверное, играет, потому что, вроде как он там, левал, вот, правильно, да, здесь есть лишний, апм, почему нет, только, хорошо, ну, надо теперь справиться с протасом, конечно, перехватчики спокойно умрут, даже отторов, ну, а в прямом сражении, здесь, уже, там, мой мех, намного сильнее, должен быть, да, мой мех просто здесь уничтожает, и одного, и другого, и, 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 новые торы, вообще, просто предназначены для убийства воздуха, танки мы развернем, соответственно, мы закажемся на гиллионах, потому что они быстрее всего сюда доберутся, хотя это уже не так важно, давайте снова вернемся к графикам, как всегда, смотрим, по стоимости армии, конечно, все понятно, да, то есть, в принципе, из-за того, что мы харасим, у нас, конечно, стоимость армии будет набираться чуть меньше, но, с другой стороны, если наш харас успешный, мы, видите, допустим, того же зерга, стоимость армии, она вообще никогда и не поднялась, потому что мы, по сути, убери зерга, но при этом остались в хорошем положении, харасить всегда лучше, чем алленд, потому что вы, может, из хараса всегда выйти в плюс, даже если у вас хараса особо урона не нанес, вы хотя бы останетесь на нормальной экономике, а в случае с жесткими аллендами, вы с тобой уходите обычно в минус, ну, то есть, видите, да, я играл по тем же правилам, то есть, экономика развивалась все мое время, вот, и при этом я еще пытался немножечко травить зерга и других оппонентов, да, и, как видите, большая проблема для многих игроков, особенно, там, до мастер-лиги, они перестают занимать базу, да, это вот касается даже моих советников, то есть, смотрите, я всю игру продолжаю наращивать мощности экономики, потому что я понимаю, это важно, рано или поздно мой мейн кончится, скорее рано, да, учитывая то, как сейчас все это работает, мне нужно быстрее занимать базы, и помните, что это действительно, это самое важное, самое важное в любом матче, это экономика, очень мало бывает матч, когда игрок со слабым лимитом, там, сильным лимитом, точнее, наоборот, выигрывает игрока, у которого там было 5 баз, очень редко такое бывает, почти всегда решает именно экономика, скорость отстройки вашей армии, и то, как много урона вы наносите врагу в процессе всего этого, то есть, харасс, и на самом деле, не так важно, что делают ваши союзники, ну, конечно, важно, чтобы вы все-таки делали что-то похожее, но, тем не менее, не важно, какой тип юнита выбрали ваши союзники, мы всегда опираемся на разведку, мы всегда опираемся на состав армии, более оптимально, да, оптимальный состав армии, это, который контрит почти все, или же справляется совсем неплохо, да, это, допустим, вот моя мехармия в качестве терна, там, или гидра люркера вайпера у зерга, там, с добавлением карапторов и инфесторов, или там батоны и штормы у протаса, вот, ну, и обратите внимание, даже на АПМ, то есть, я играл очень медленно, по сравнению с моим АПМ за зергов, у меня АПМ за зергов больше 300, здесь всего 162, но, опять-таки, посмотрите на количество рабов, и на все остальное, то есть, самое важное, это именно вот такая отстройка, давайте посмотрим, каких лиг были ребята, просто интересно, это платина, да, примерно, а этот протас был, а это был в нашей команде, золотой протас, вот этот протас был, где тоже из платина, то есть, ну, и, понятно, не того уровня, как я, но, тем не менее, да, то есть, терна тоже не моя раса, обратите внимание, вот, именно на эти детали, то есть, если вы хотите еще видеть, конечно, летсплее 3х3, или там, 2х2, 4х4, пишите комментарии на ютубе, надеюсь, вам этот выпуск будет полезен, как командам, игрокам, да, помните о том, что ваш билд, какой бы вы ни играли, он должен быть оптимизирован в плане экономики, и он должен иметь в виду то, что даже в случае алынов, вы всегда можете вырулить на более сильной экономике, если вы играете стандарт, если вы играете стандарт, у вас всегда будет средство, чтобы отбиться от всего, что есть у оппонентов, у оппонентов, конечно, будет в 2 раза больше, потому что там, к вам приятно не 4 гилеона, а 8, но у вас тоже есть союзники, которые могут вам помочь в такой ситуации, главное это не бояться, главное это сделать разведку, и помните о том, что самое важное, это все равно ваша собственная база, ваш продакшн, не то, как вы управляетесь со своими ресурсами, и со своей экономикой, и инфраструктурой, потому что не так важно, как вы много убьете, не так важно, как вы там нахарасите одним рипером, за контролем тебе, что важно, то, как у вас стоят ресурсы, как у вас идет развитие баз, и как вы расширяетесь, это наиболее важный аспект Старкрафта. На этом у меня все, спасибо вам большое, ребят, за просмотр, и удачи вам на ладере в командниках, пишите, если хотите видеть подобные форматы еще. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok